Торговая война между Россией и Украиной выходит на новый уровень. Начав с шоколада, Москва распространила ужесточение проверок на все виды украинского импорта, что политики в Киеве расценили как попытку заставить соседку отвернуться от ЕС и присоединиться к таможенному союзу, объединяющему Россию с Белоруссией и Казахстаном. О реакции Москвы на эти обвинения нам расскажет корреспондент РТВ в российской столице Александр Агиенко. Саша, добрый вечер. Спасибо, Валерий. Российские покупатели ощутили на себе нехватку украинских товаров еще месяц назад, когда был на ужин запрет на ввоз конфеты шоколада фирмы «Рошен». Тогда на Украине эту новость восприняли с удивлением, а в Роспотребнадзоре России объяснили, что кондитерские изделия содержат опасные для здоровья вещества. Сейчас в Россию ограничен ввоз всех украинских товаров. Это произошло из-за того, что таможня стала проверять всю ввозимую продукцию более тщательно и гораздо медленнее. В Киеве сразу заговорили о том, что делается это намеренно, тем самым Россия принуждает Украину вступить в таможенный союз. Особенно резко стали высказываться представители украинской оппозиции. Знак протеста у российского посольства в Киеве сегодня даже сожгли российский шоколад. В России все происходящее объясняют по-другому. Как рассказал сегодня в интервью нашей телекомпании вице-президент ТПП России Георгий Петров, граница не закрыта. Однако намерения Украины ратифицировать торговое соглашение с Евросоюзом вызывают у России оправданные опасения. Если посмотреть на тот режим в торговле, который у нас сложился между двумя странами, известно, что и Украина, и Россия ратифицировали многосторонние соглашения о свободной торговле. Это означает, что практически за исключением небольших изъятий, основная масса экспортных товаров из Украины в Россию поступает без уплаты таможенных пошлин. Если Украина подпишет и ратифицирует, и она вступит в силу соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, то дальше начинается очень сложный процесс, как отделить те товары, которые произведены на Украине и законно пользуются режимом свободной торговли без уплаты таможенных пошлин. И те товары, которые, конечно же, могут быть реэкспортированы с территории Украины. По словам Георгия Петрова, Россия сегодня несет ответственность не только за свой национальный рынок, но и за весь таможенный союз и должна предвидеть возможные последствия Украины и европейского сотрудничества. Когда звучат неоправданные обвинения в адрес Российской Федеральной Таможенной Службы, я бы их на самом деле назвал неоправданными. Российская таможня действует строго в соответствии с законодательством Таможенного Союза. Границы не закрыты, но степень проверки, если хотите, это репетиция. А что произойдет, когда соглашение с Брюсселем будет ратифицировано? В каком положении? Мы должны быть к этому готовы. Это не первый торговый спор между Россией и Украиной. Были и более сложные периоды с перекрытием газовых кранов, но и тогда находили выход из ситуации, говорят чиновники в Москве. По словам вице-президента ТП России, уже создана совместная российско-украинская рабочая группа, которая и будет решать проблему. Валерий. Спасибо, Саша. Это была московский корреспондент РТВ Александра Агиенко, рассказавшая о новом витке торговой войны между Россией и Украиной. Политологи в Киеве, между тем, уверены, что Украина не станет наносить России ответный таможенный удар. Более того, как рассказал в интервью нашему телеканалу директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, конфликт этот временный и вскоре будет исчерпан. Эти проблемы сейчас, мне кажется, созданы просто как некий прецедент такого демонстрационного характера. Вот мы сейчас вам показываем, что у вас могут быть серьезные проблемы. Мне кажется, что этот прецедент как демонстрация, как демоверсия, что ли, будет закончен. И как-то разрешен этот конфликт с задержкой грузов на таможенной границе на протяжении недели. Мне кажется, эти вопросы будут решены. Туда поехала украинская делегация. Насколько я понимаю, есть возможность внести какие-то коррективы и снять эту напряженность. Но это не значит, что через какое-то время не появится новая проблема. В конце концов, Путин предупреждал. А как бы, ну вот, раз сказал, значит, должно быть реализовано. Проблемы должны у Украины быть. Я думаю, что это и есть цена за нежелание участвовать в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Цена за то, что какие-то потенциальные преимущества Украина может получить в будущем, может быть, а может и нет, от сближения с Европой. Это было мнение украинского политолога Михаила Погребинского. Я напомню, что главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, посчитавший продукцию из Украины опасной, относится к качеству товаров из бывших советских республик с особым вниманием. Так, за два года до войны в Грузии Москва признала некачественными вино и другие напитки, производимые в этой Южно-Кавказской республике. После смены властей в Тбилиси поставки боржомих в Анчкары в Россию возобновились.